Вот смотрите, есть условия задач. Украина действительно разная. И действительно у разных территорий разная история, разное восприятие истории, разный пантеон героев, религия, разное восприятие того, что происходит. Если мы хотим жить в едином унитарном государстве, то нам нужно не пытаться одну идеологию поставить выше другой. То есть одной части населения силовым способом навязать свои ценности другой не получится. Это приводит исключительно к столкновениям и противостояниям. Нужно создать такие условия, в которой ни у кого монополии на истину, на правильную историю не будет. Но хотят во Львове что-то чтить, но давайте дадим право громаде. Но давайте не позволим львовянам навязывать какие-то ценности харьковчанам. Я помню, как ломали памятник Ленину, дискуссионная фигура, закон о декоммунизации. Да, можно говорить, кто он, тиран или герой, или человек, который там создал какие-то предпосылки для формирования великого государства. Сейчас это не важно. Я помню, кто ломал. Это были не харьковчане. И полиция, на тот момент еще милиция, в это не вмешивалась. Давайте дадим возможность регионам развиваться и чтить то, что для них важно. Это не делает страну более ущербной. Наоборот, это делает страну великой. Иначе мы можем просто сейчас взять и посмотреть на историю того же Советского Союза. Когда, по сути, многие национальности были собраны в рамках одних территорий, одних границ. Как подавляли? Был 37-й год. То есть было построение тоталитарного режима, потому что удержать такие разные народы в общих границах было просто невозможно. Да, были такие же мнения, стремления получить себе какую-то вотчину. И тогда, естественно, система каким-то образом я не оправдываю. Я просто констатирую факт. Реагировала на это. Зачищала несогласных. Мы хотим еще один 37-й год. Да, вы называли ряд политических, маргинальных, на мой взгляд, сил, которые не попали в этот парламент, которые там крушили и пытались нам навязать свою идеологию, говоря, что она истинно верная. Потому что они представители титульной нации. Друзья, ну смешно даже слышать, когда кто-то гордится только тем, что он родился украинцем. А если бы он негром родился, или арабом, или кем-то другим, он бы это тоже выпячивал? Это мы все уже видели в 30-х годах фашистской Германии. Это ни к чему хорошему не приводит. И гордиться своими корнями по праву рождения могут только те, которым больше нечего предъявить как элемент гордости обществу. Не построил, не создал, не сделал. Родился украинец на какой-то определенной территории. И по этому праву он будет навязывать, учить и рассказывать, кому какие чемоданы с собой брать и куда ехать. Но это же абсурдно, глупо и самое главное неконструктивно, недальновидно. Эта история все зачистит вопрос какой ценой и ценой каких жертв. Поэтому еще раз, надо создать условие, в которые каждый будет чувствовать себя достойным членом общества, а другой не сможет поразить его в правах. И вот это та формула, которую предлагали в том числе мы в рамках децентрализации. Другого пути я не вижу. 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 Другого пути я не вижу.